Добрый вечер. Как всегда в этот день и в этот час на телеканале вариант программа Врач на дом. Как всегда мы поговорим о том, что интересует и что беспокоит жителей 33 региона и разумеется отдельно взятого города Владимира. Ну а на вопрос о здоровье сегодня ответит главный пульмонолог департамента здравоохранения администрации Владимирской области, врач-пульмонолог городской больницы номер 4 Игорь Петриков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сто лет мы с вами виделись в этой студии. И рад вас в очередной раз, как я уже сказал, приветствовать. Добрый вечер. Игорь Валерьевич, сегодняшняя программа очень бы хотелось, скажем так, посвятить не традиционной в наше время хворобе под названием ковид, а другим не менее значимым заболеванием, но тем не менее от коронавируса никуда не уйдешь. Поэтому предлагаю начать именно с этого, потом перейдем к не менее актуальным темам, которые нас беспокоят. Вот по статистике за сегодняшний день заболела коронавирусной инфекцией 168 человек. Семь человек были госпитализированы, пять человек, к сожалению, ушли из жизни. То есть вроде бы статистика, вроде бы все идет на спад, вроде бы все идет на спад, но тем не менее смертность остается на том же уровне. Вот что, исходя из этого, вы можете сказать? Вот оценим нынешнюю ковидную обстановку. Ну, сейчас, в общем-то, действительно нам дается передышка, действительно идет спад, о чем говорит, и отмена масок, от которых все уже устали, конечно, и гораздо меньше, это невооруженным взглядом видно, меньшее количество пациентов в поликлиниках, меньшее количество вызовов на дом, меньшее количество автомобилей с мигалками, пробирающихся на улицах, тоже, в общем-то, можно заметить в нашей повседневной жизни. Но, тем не менее, все равно заболевшие еще есть, и все-таки на минуточку 160 человек, это вообще-то, ну, 168, это немало, во-первых. И, во-вторых, что касается, к сожалению, этих летальных исходов, ведь в больницах остается еще достаточно много пациентов, которые, будучи в тяжелом состоянии доставлены, трудно выходят из этого состояния. И если человек проводит в больнице больше, чем две недели, если искусственная вентиляция легких продолжается определенное время, уже начинаются беды и проблемы не только от самого вируса, но и от того, что организм иногда отвыкает сам работать, отвыкает сам дышать. Ведь редкие случаи, когда даже пациентов со стопроцентным поражением легких удается спасти, то есть оставить в живых, но очень много работы по их возвращению к нормальной самостоятельной жизни, отлучению от аппаратов, от лекарств. И, к сожалению, не всегда тоже это так легко и успешно проходит. И часть вот этих погибших, это еще отголоски вот той ситуации, когда были тяжелые случаи. Вы знаете, в этой связи вспоминаются слова Константина Бальмонта, нашего земляка с Владимирской кубернии Шуи, все-таки родился человек Шуи. Да, тогда была Владимирская куберния. Да, Владимирская куберния. Вот он сказал, что в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые задыхаются. Его слова. Ну, конечно, не совсем были слова сказаны о ковиде, и его не было. Ну, приблизительно об этом. Предлагаю ответить на телефонный звонок. До нас дозвонился Игорь. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Жалко, что вы сегодня в очках. Бронщиальная астма. Всем может быть опасна весной? И может ли она привести к потере зрения? Спасибо. Ну, вопрос очень интересный. Действительно, астма весной бывает более опасной. В первую очередь, для тех людей, у кого есть аллергия. Потому что весной начинается сезон цветения. Или, как говорят врачи, сезон пыления или полинации. И пациенты с аллергическими реакциями, безусловно, обострение астмы имеют. Что касается потери зрения, то непосредственно сама по себе астма, как заболевание, потерю зрения, по счастью, не дает. Однако, есть тут доля истины. В том, что пациенты, которые долго и тяжело лечатся гормональными таблетками, или часто получают уколы от астмы, вызывают скорую. Таких препаратов, как преднизолон, дексаметазон, при длительном многолетнем применении может действительно развиваться катаракта, то есть помутнение хрусталика, что и влечет за собой потерю зрения. А временные ухудшения могут быть при аллергических реакциях в виде конъюнктивита аллергического, слезотечения, резь в глазах, ощущения забитости носа. В этом плане, по счастью, временно, но да, тоже может зрение ухудшаться. Даже есть такая байка, правда уж не могу утверждать за историческую ее справедливость, что Наполеон проиграл Ватерлоу, потому что в этот момент он плохо себя чувствовал, и он страдал от разновидности аллергии. Ну что ж, мне хочется верить, что господин Наполеон проиграл, потому что уступил умом и тактически Михаила Илларионовича Голиничева-Кутузова, а уж пускай думают, что хотят. В 1812 год однозначно. Ученые строят предположения, Игорь Валерьевич, что ковид может вновь активизироваться. Сейчас уже говорят о новых штаммах. Стелес-омикрон, дельта-омикрон, что от них можно ожидать? И если вам известно, что они из себя представляют, вот эти вот штаммы? Ну, пока только мы знаем немного. Мы знаем о том, что достаточно высокая контагиозность, то есть заразность. Вычисляются так называемые числа заражения. Гриппа, например, один больной может заразить двоих, троих. Здесь эти числа выше. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы это не были случаи тяжелого течения. Потому что пока у нас с вами как бы было или более тяжелые течения, но не очень высокая контагиозность. Там коэффициент заражения 1,5-2. Либо же высокий коэффициент, но не очень тяжелые течения. И, конечно, очень бы не хотелось, чтобы вот эти два показателя неблагоприятно сошлись в каком-то новом штамме. Пока вроде бы такой вот ужасающей тревоги нет. Хотя мы уже знаем, что есть больше двух вспышек в Китае. Есть вспышки в европейских странах. Но пока, по счастью, они не дали роста тяжелых случаев. Но можно с осторожностью говорить. Конечно. Уверенным быть ни в чем нельзя. Что эта зараза все-таки становится легче и легче потихонечку. Пока да. Пусть бы это продолжилось. Хочется верить. На ваш взгляд, что ждать-то следует? Не стоит терять бдительность? Я думаю, что никак не стоит. И лично мои ожидания, что еще будут у нас отголоски. Опять же, дай бог, чтобы они были не такими массовыми, не такими тяжелыми. Но какие-то повторные волны или волночки, так скажем, думаю, что все-таки будут. Я не просто так спрашиваю. Дело в том, что сейчас массово начали отменяться вот эти ограничительные меры. Предлагают, ну, разрешено снимать маски. Собираться в какие-то кучки. Открываются массовые мероприятия. Разумеется, это здорово. Разумеется, это здорово. Но мы же русские люди. Любить так любить. Гулять так гулять. Стрелять так стрелять. Поэтому ограничения сняли. И кое-кто во все тяжкие. Стоит ли забывать об этом? Ношение масок, да, разрешено без них. Ну, за исключением, я говорю о Владивской области, за исключением общественного транспорта. Опять же, массовые мероприятия и так далее. То есть, вот каким образом стоит проявлять, прежде всего, бдительность. И сразу второй вопрос, под вопрос, как угодно можно назвать. В этой связи остается ли актуальность прививок? Я почему это спрашиваю? Потому что, когда был разгар вот этого понимания, конечно же, люди, они опасались. Где-то очень внимательно присматривали. Через полгода вакцинировались. Сейчас вроде бы ограничения отменили. Да, бог с ним. Вот, пока гром не грянет. Ну, во-первых, что касается масок, то я думаю, что вот это решение оставить маски в общественном транспорте в нашем регионе очень правильное. Я прямо вот всеми руками и ногами за это. Потому что, вот, как я уже говорил, возможны повторные волны и уже какие-то отголоски есть. Это раз. И второе, ну, а не только ковид существует. Существуют и другие вирусные заболевания. И там, где скучность людей, ношение маски – это не только уважение к себе, безопасность себе, но это еще и безопасность окружающих. Я вот для себя, когда вижу человека в правильно одетой маске, сразу говорю, умный человек. Когда вижу человека, у которого торчит нос из маски, я говорю, хороший человек, надел маску, но не до конца понимает, для чего он ее носит, раз у него торчит нос. Ну, а когда человек в общественном месте без маски, ну, действительно, вот эта вот лихость. А я уже переболел. В основной ответ такой – я уже переболел. Но нужно еще нести вот такую общественную ответственность. Уж все так все. Что касается общественных мероприятий, ну, во-первых, конечно же, идти туда, если ты сам заболел, чихаешь, чувствуешь недомогание, вот эта ответственность, хотя понятно, что уплочено, да, как говорится, за билеты, но, наверное, все-таки лучше вот этого воздержаться, ну, или как минимум самому тогда быть в маске, потому что маска, она еще ведь ограничивает распространение от больного пациента. А в остальном, ну, наверное, организаторы должны все-таки как-то предусматривать, чтобы была поменьше скученность, все максимальные условия пересечения потоков, там, в гардеробах толпы людей, да, которые скучиваются в конце представления, по мере возможности. Говоря о прививках, их актуальность, я думаю, не только не уменьшается, она увеличивается, потому что мы сейчас получили опыт, а что может быть? И сейчас уже массово агитировать, что от прививки отнимутся руки, ноги, там, вырастет хвост и так далее. Этот этап мы уже, слава богу, прошли, да, то есть уже понятно, что она не защитит от заболевания, может, и не защитит. Но, опять-таки, статистика по погибшим непривитым и привитым тоже совершенно очевидна и говорит сама за себя. И, опять же, не только прививки от коронавируса. И не потеряли актуальность прививки от гриппа, и не потеряли актуальность прививки от пневмонии, особенно для тех пациентов, кто имеет большой возраст, то есть пожилые люди и имеющие хронические заболевания, и сердечные, и астмы, и хобу. То есть эта работа, она все равно должна продолжаться. Плюс мы сейчас видим, в какой реальности живем. Происходит еще и смена вот этих миграционных потоков, переезда людей, вынужденные, невынужденные, из совершенно других зон, где была другая эпид-обстановка. В общем-то, наверное, не стоит обходить вниманием вот эту информацию о лабораториях, которые на Украине были. Ну, политикой заниматься, конечно, мы сейчас не будем, но не бывает дыма без огня, значит. Эта тема все равно как-то где-то изучается. И думаю, что прививки очень даже актуальны. Ну, что касается политики, не будем заниматься это само собой, но я вспоминаю, когда еще пошла вспышка, в том числе и свиного, не свиного гриппа. Был азиатский, свиной, африканская чума свиней. Один из очень, скажем так, авторитетных наших в области ветеринаров был уверен, что это диверсия, потому что дело пошло из Кадорского ущелья Грузии. Как известно, там находится база. Что касается птичьего гриппа, простите меня, тоже. Да и, собственно говоря, ведь когда начинался ковид, тоже спрашивали, а насколько он рукотворен? И было много мнений. Мы, по-моему, с вами даже эту тему обсуждали, насколько он рукотворен. Ну, это да. Еще, конечно, почему птицы птицы. Вообще, откуда берется грипп и куда он девается? Ну, вот по имеющимся у меня знаниям, грипп вообще-то живет в Северном Ледовитом океане, в планктоне. И в зависимости от разной солнечной активности, планктон то одного вида, то другого вида преобладает. И там это является резервуаром гриппа. А как же он попадает к нам? Именно птицы, которые там зимуют. Или, наоборот, летом выводят птенцов. Потом по путям миграции он попадает. И если мы возьмем вспышки вирусных инфекций, у нас и получится Юго-Восточная Азия зачастую. Китай и вот эти пути миграции. То есть, это все очень такие тонкие механизмы. И потом уже происходит передача по переходу от птиц, которые сами могут и не болеть вовсе, а просто быть такими транспортировщиками, транспортными, такими контейнерами, что ли. И дальше он распространяется, уходит в народ. Это данные достаточно давние, еще с 70-х годов известные. То есть, это все достаточно тонко подмечено. То есть, в этой жизни все взаимосвязано. Конечно. И вот теперь, если говорить о прививках, об актуальности прививок. Понятно, что пневмония и так далее. Но вот ваши рекомендации, скажем так, немножечко расслабившимся нашим с вами согражданам относительно ковида. Стоит, не стоит прививаться и... Я бы сказал так, ждать команды. Потому что сейчас с вот этим омикроном очень много людей перенесло в достаточно легкой форме. А ведь мы не делаем вакцины в течение полугода после заболевания. Пока вот установка у нас такая. Если сроки эти сократятся или удлиняются, нам соответствующий Роспотребнадзор, ведь умные люди работают, да, команду эту дадут. Потому что копятся знания, какие-то информации о мутациях, о возможных модификациях. Как только это будет все известно, эта информация будет доведена до народа. И вот здесь вот уже пренебрегать я бы не посоветовал. Ну вот, к примеру, хотя вот я на себе пример приведу. Вот я в конце ноября сделал прививку, ревакцинацию. Стоит ли мне через полгода идти, или вот, скажем так, дождаться, прислушаться, потом посоветоваться с врачом? Или просто не думая идти и вновь... Ну, конечно, всегда лучше посоветоваться. Вот, если же никакой новой информации не будет, то идти и делай. Поскольку вы на себе уже, себе сами доказали, что переносите нормально, что ничего плохого с вами не случилось, и кроме пользы никакого вреда не ожидается. Но если будут какие-то новые мутации, о которых мы сейчас пока не знаем, может быть, будут модифицированы и вакцины, соответственно, под них новые вакцины. Мы же знаем, что готовится целая линейка. Тогда уже на эту информацию надо будет реагировать. То есть, держать ухо востро, что называется. Но никак не отрицать вакцинацию. Ну, сейчас, конечно, что называется... Как бы им второй план все это дело отошло, но, тем не менее, все равно... Передышка, пока передышка. Об этом говорят. Ну, в любом случае, я вспомню слова Гиппократа, отца всех докторов, да? Этот человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человечества. Поэтому, собственно говоря, все равно надо вспоминать, заботиться о себе. Полностью. Мы, наверное, согласен. То есть, относиться к своему здоровью, как к своему счету в банке. Проценты на него идут, переложил ты его, вовремя ты позаботился. Так же и здоровье. Вы знаете, предлагаю перейти от ковидной темы. Другим не менее важным. Мы с вами неоднократно говорили о хронических заболеваниях. И обсуждали в эфире их и хобл, и пневмонию, и, собственно говоря, другие заболевания. Предлагаю сегодня уделить время другим, в том числе и сезонным заболеваниям. На дворе весна. Понятно, душа у всех разворачивается. Скоро начнется сезон цветения. Я не знаю, сезон любви у молодежи. Душа разворачивается, а бронхи сжимаются. Да, да, да. И для кого-то действительно это радость, это возрождение природы от зимней спячки. А для кого-то тяжелейшее испытание. И это реально так, потому что я знаю людей, которые очень и очень тяжело реагируют на ту же пыльцу, на цветение, на запахи, на все что угодно. Давайте пытаемся вот об этом поговорить подробнее. Каким образом можно себя обезопасить? И попытаемся дать какие-то рекомендации тем, кто в них нуждается. Во-первых, надо сказать, что вы совершенно правы, что очень значительная часть людей имеет такие проблемы. И с каждым годом их больше и больше. То есть, вот эта аллергизация населения, что мы едим, что пьем, с чем контактируем. Иногда, наоборот, недостаток контактов, например, с деревенскими какими-то реалиями. Житье только в городе, проживание в городе способствует этому. И очень много людей, которые действительно испытывают проблемы с ринитами, то есть насморками, с конъюнктивитами и с дыханием сезонно. Но многие из них, к сожалению, или смирились, или опустили руки, пьют антигистаминные таблетки, которые им посоветуют в ближайшей аптеке. И, в общем-то, терпят. Или ограничивают себя в своей жизни. Например, стараются лишний раз не высовывать нос, куда-то не ездят, отказывают себе в каком-то сезонном отдыхе, не только себе. Ну, то есть вот так вот сдают позиции перед этой аллергией. На самом же деле, работать с этим совершенно спокойно можно. У нас есть аллергологи, и в нашем регионе тут тоже не самая плохая ситуация по их наличию. Когда можно поставить тесты, определить точно, на что и в каких количествах эта аллергия есть, и принимать меры заранее. Есть такая терапия, она называется врачей СВА, специфическая вакцинация аллергии. По сути же, это приучение организма малыми дозами аллергенов не реагировать на них. Заранее, за несколько месяцев до того, как наступает сезон, человек получает аллерген понемножку, и его организм перестает раздраженно на него реагировать. То есть принцип прививки, по большому счету. Это как прививка, только не однократная, а вот такая вот постепенная работа. И раньше это были только уколы, это было обременительно. Сейчас же появились и таблетки, и капельки, когда человек сам себе, ну естественно в сотрудничестве с врачом, это лечение проводит, готовится к сезону, и когда приходит сезон, куда что делось, аллергии нет. И что касается астмы, тоже одно вот такое направление работы это с аллергией аллергологов, и другое это лечение. Потому что тоже очень часто пациенты пренебрегают лечебными ингаляторами при астме. А основное внимание дают тем, которые расширяют бронхи. Ну, например, сальботамол, всем известные бередуал или их аналоги. Сейчас большая линейка таких препаратов. Они расширяют бронхи, да, но только на время. А когда это время проходит, бронхи опять сжимаются. То есть они не видят проблему, облегчают. Да, они ее маскируют, облегчают, но могут загнать себя в ловушку. Потому что следующий спазм часто оказывается сильнее предыдущего. Ингалятора нужно все чаще, все больше. И таким образом человек может себя загнать вплоть до реанимации и до угрозы жизни. Вот по моим данным, пока еще, так скажем, доуточняется статистика, но не менее 4-х человек у нас за вот этот 21-й год прошедший погибли не от ковида, не от чего, а именно от астмы. Потому что она требует к себе внимания. И вот иногда легкая, как раз такая сезонная аллергическая астма зимой спит. Осенью, например, позднее не беспокоит, а летом разворачивается. И даже такая как бы легкая астма может дать тяжелое жизнеугрожающее обострение. Чему мы вот и учим в нашей школе, которая работает третий год уже, что обязательно нужно лечить астму. Даже, даже вот такой выдам врачебную немножко информацию, буквально неделю назад получил письмо от главного пульмонолога Российской Федерации. Сергей Николаевич Авдеева, умнейший и уважаемый человек, где он обращает внимание доктора, при льготном обеспечении пациентов с астмой, обратите внимание, что им не нужно давать слишком много бронхорасширяющих, неоправдно много, ну там, например, больше, чем 1 на 3 месяца. Потому что, если вы не даете лечебных, не объясняете, не работаете с ними, то этими бронхорасширяющими они создадут проблемы и достоверно научно выведенный риск смерти от астмы, если вот такие вот перекосы в лечении существуют. Игорь Иванович, я предлагаю прерваться на короткую рекламу, затем мы вновь вернемся к вопросу школы астмы и другим аэрологическим реакциям. Не переключайтесь. Вот и пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в эфире программа «Врач на дом». Напомню, у нас в гостях главный пульмонолог департамента здравоохранения Владимирской области, врач-пульмонолог городской больницы номер 4 Игорь Валерьевич Петриков. Игорь Валерьевич, прежде чем уйти на рекламу, мы с вами начали разговор о, скажем так, сезонных заболеваемостях дыхательных путей, так скажем. Давайте продолжим эту тему. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что любую аллергию на цветение, на пыльцу, на кошку, на чудака, на все, что угодно, можно выявить специальным тестированием. Я слышал, что это достаточно дорогое удовольствие. То есть, по крайней мере, я знаю людей, которые не идут к врачу, сейчас назначат вот такой список, вот такую портянку напишут, а потом разоришься за каждый анализ платить по 2, по 3, по 4 тысяч, по их словам. Вот верно ли это? И есть ли возможность по полису ОМС, то есть бесплатно для пациента, сделать какой-то тест на аллергию? Ну, в целом, конечно, если сдавать много анализов, то да, это будет дорогим удовольствием, и их нежелательно сдавать бездумно. Конечно, в первую очередь, это разговор с доктором. Вот, например, аллергологи, они работают, по сути, как следователи. А что ел? А в каких обстоятельствах? А с кем контактировал? А когда завел собачку? А давно ли в доме кошка? А что будет, если вы чистите картошку? И у них есть целые вот такие схемы, как выйти на причинный аллерген. То есть, иногда даже одна беседа, вообще не стоящая ничего, в плане затрат материальных на реактивы уже выводит на причину. Это первое. Второе – это анализы крови, когда можно сдавать кровь, и находят, так же, как к коронавирусу, есть антитела, они специальные, но, по сути, принцип тот же, к различным аллергенам. Это, так скажем, их много, такой набор целый, на пыльцу, на животных, на какие-то пищевые. Если сдавать все, то да, это дорого. Поэтому беседа с врачом помогает выявить такие вот ключевые точки, где стоит искать, где, может быть, нет. И сейчас существует такое квотирование. В тех случаях, когда это действительно обосновано, это нужно, есть и так называемые бесплатные квоты. Врачи, учреждение может направить пациента в лабораторию, ну, там, для примера, областной больницы, или там какой-то другой клинике, где это определено. И совершенно бесплатно. Конечно, это не могут быть все подряд, это не могут быть там сотни людей. Но, тем не менее, это реально. Особенно, конечно, в плане детишек. Это, возможно, просто такие вопросы вот нужно ставить. И еще есть такое обследование, как тестирование на аллергены непосредственно на коже. Когда человеку на кожу наносятся капельки аллергенов, через них делается маленький, даже не укольчик, даже не царапка, а такой вот тычочек. И если у человека аллергии есть, то есть ни крови нет, ничего, ну, напухает волдырь. Например, там, где пыльца злаков. Вот, пожалуйста. Или там шерсть кошки. Или домашняя пыль. И таким образом аллергия становится доказанной. Вот если вернуться к сезонному пароцветению и так далее, во-первых, может ли проявиться это внезапно? Вот человек жил-жил, совершенно по-честному прожил лет 50 в полвека, а потом ни с того ни с сего, у него это дело началось. Может. В первую очередь это бывает, когда человек меняет регион. Например, ну, прежде всего скажем, что способность к аллергии заложена генетически с рождения. Но когда организм не встречается с этим аллергеном, ее и нет. Например, жил человек, жил себе в нашей полосе, и вдруг ему там, как говорят, подфартило, он купил дом где-нибудь на юге, или там стал владельцем какой-то гостиницы и поехал туда жить. И вдруг у него, ну, например, в августе беда. Насморк, слезы, одышка. Или это бывает с туристами, которые накопили на путевку и попали в регион в неудачное время. А там, например, растет трава амброзия, которой в нашей местности нет. Он с ней здесь не встречался, там, пожалуйста, получил. Или человек работал на севере, переехал сюда. И еще бывает, когда наши защитные оболочки, слизистые, нос, легкие, они достаточно сильно защищены. Они постоянно контактируют и с инфекцией, и с всяческими аллергенами, и с редными веществами, держат оборону. Но человек перенес какую-то, например, серьезную респираторную инфекцию, которая ослабила защиту. И аллергены, которые раньше не могли проникнуть, попали. Вот, пожалуйста, разворачивается реакция. Если человек, скажем так, знает, что у него есть проблемы в весенние поры, как ему себя вести? Понятно, что надо идти к врачу и так далее. Ну, вот, люди разные бывают. Вот не пойду я, в очередь не хочу стоять. Какими-нибудь бабкиными способами, я не знаю, буду лечиться, или вообще нос не высунул. Самое хорошее – это тогда купить билет в другой регион и уехать из этой местности в другую, где еще ничего не цветет. То есть, переждать в отдалении от вот этой проблемной зоны. Поменять климатическую зону. Помогает. Но не все могут себе позволить. Это первое. Второе – это если явно на пыльцу, то не держать сильно открытыми окна. Сейчас вот кондиционеры в чем-то помогают. Придя с улицы, обязательно умывать лицо. Может быть, принимать душ. То есть, пыльцу, которая налипает на одежде, на коже, и может потом попасть в нос дома, смыть ее с себя. Конечно, если человек знает об аллергии, не надо заводить домашних животных, особенно вновь, если такая проблема известна. Потому что кошки не было в доме, она появилась. Дети попросили. Ну что же, понятное дело. Завели кошку, пошли проблемы. Что с этой кошкой делать? С ней жить невозможно, ее жалко и так далее. То есть, если есть хотя бы малейший намек, что аллергия у человека может быть, наследственность, например. Если аллергия у тетушки по линии, например, мамы, или астма, а нет ли у нас, а нет ли у наших, присмотреться. Иногда люди принимают легкую астму, за какие-то простуды. Я постоянно весной кашляю. А куришь? Нет, не курю. Да вот как вот, почихаю, покашляю недели-две. То есть, уже пол. И если аллерголог дает добро, например, можно заводить домашних животных, какую-нибудь шиншиллу, морскую свинку, хорька, хомяка, попугаи и так далее. Тогда да. Иначе просто вот такие маленькие семейные возникают проблемы, трагедии. И эта кошка живет у бабушки, а видеться с ней можно только иногда издалека. Игорь Валерьевич, вот если выявлено, что называется аллергией, вот я знаю, допустим, мужчину, достаточно молодого, очень 40, нет, 40 ближе, вот он делает все, что угодно, но он никогда не берет в руки косу, триммер и так далее. Причем на протяжении всего лета, вот начиная с весны и заканчая лето. Только берет, только началась козьба, все, насморк, конъюнктивит. И вся температура может подняться. И все подряд. Вот в этом случае. Причем, что называется, занимается, наверное, самолечением в какой-то мере. То есть есть таблетки, я не в качестве рекламы говорю, я просто помню, что у него всегда в карване таблетки, которые называются тавигил. То есть злоупотребляет он, не злоупотребляет. Я не знаю, вот здесь стоит ли заниматься самолечением, или все-таки лучше обратиться к доктору? Ну, он просто все эти проблемы себе уберет. Если сподобится, вот сходя к аллергологам с ними поработать, его жизнь изменится. А таблетки вот эти от аллергии, некоторые из них более дорогие, они относительно, так скажем, безопасны, а некоторые такие, как супрастин, там раньше был димедрол, и многие более даже современные, они дают сонливость. А на даче-то он за рулем, скорее всего, ездит. То есть больше вероятности совершить какое-то ДТП, не отреагировать. Плюс все антигистаминные, вот эти препараты, противоаллергические, они дают подсушивание слизистой. Они уменьшают выделение мокроты, одна сторона медали, а другая они подсушивают. А сухая слизистая больше подвержена всяческим инфекциям. Вот стоит стаканчик с водой, лишний раз не постесняться смочить свои слизистые, потому что все это работает, когда соответствующие влажности. И заболеть в жарком помещении даже можно вероятнее, чем на холоде. – Очень интересно. Ну, то есть, резюмируя, можно сказать лишь одно. Надо обращаться к доктору, не стесняться. – Надо работать, надо работать, так же, как, например, имея хороший автомобиль, но не полезете вы сами к нему в мозги или в какие-то системы впрыска, но в голову не придет. Так и здесь. И современный уровень знаний позволяет значительно улучшать жизнь. – То есть, собственно говоря, этим не пренебрегать. – И не курить, не портить. – Есть только две бесконечные вещи – Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Это сказал Альберт Эйнштейн. Поэтому не стоит проявлять глупости, лучше обращаться к доктору. Теперь предлагаю поговорить все-таки о школе астмы. Мы с вами уже вскользь заговорили, но астма, как я понимаю, это достаточно распространенное заболевание, которое причиняет значительное неудобство больным. – Ну, так скажем, десятки тысяч пациентов. Я говорю про Владимирский регион. В мире миллионы людей. У нас вот десятки тысяч. Каждый год порядка 800-900 новых пациентов, которые уже пришли к врачу и получили этот диагноз. Даже, я вам скажу, сегодняшний день не исключение, когда мы впервые с пациентом говорили, причем молодой человек, о том, что это, вероятнее всего, астма. Но всегда с чем мы сталкиваемся? Что тема достаточно такая своеобразная – астма. Участковым докторам, врачам общей практики, им тяжело быть на переднем крае по всем линиям. У них же и почки, и сердце, и давление, и диабет, и так далее. И тем более вот этот ковид, который на два года фактически оттянул все внимание. И очень многие пациенты недообразованы. То есть они знают какие-то элементарные наборы лекарств, пытаются ими себе помочь, но делают это зачастую неправильно, не вовремя, нерегулярно. И постоянно вынуждены жить от обострения к обострению. То ему плохо, скорая помощь, укол хорошо, какое-то время хорошо, опять ухудшение, права лодыжка, и качества жизни никакого. Нагрузки ограничены, ночами не высыпаемся, и так далее. Когда мы учим в школе, как правильно вдохнуть ингалятор, чем они отличаются, какие от чего, как отличить аналоги, потому что на одно и то же действующее вещество может быть пять торговых наименований. И доктораты уже не могут все это отследить своевременно, потому что каждый день практически что-то новое появляется. А пациент вообще теряется, и уже начинает просто наобум пользоваться. А в итоге скорые помощи, госпитализации. И тогда стоимость лечения, казалось бы, государство бесплатно дает лекарства астматикам. Ну дорого же. Так оказывается, если он регулярно лечится, по сравнению с тем, чтобы он вызывал скорую помощь, каждый вызов, который на самом-то деле стоит тысячи рублей, госпитализации, который стоит десятки тысяч рублей, это уже по считанной диссертации написано, это в разы эффективнее давать каждый день понемножку ресурс, чтобы потом не напрягать вот эти все системы, скоропомощные, стационарные. А всего-то и нужно объяснить, чем, как, когда, как долго. И когда приходить к врачу, когда можно самому что-то сделать. Вот этим мы в школе третий год и занимаемся. В этой связи вопрос, что такое астма, и как ее, если человек заподозрил, какие у него должны быть признаки, вот человек ходил, ходил, здоровый, здоровый, вот что должно насторожить, и с какими симптомами следует обратиться к доктору? – Ну, если говорить коротко, простым языком, не говоря о научном определении, то астма – это особая разновидность бронхита, при котором бронхи дают спазм, сжимаются на то, на что у обычных людей этот спазм не возникает. Пыльца ли, какие-то запахи, частицы белка животных и так далее. На все бронхи реагируют спазмом. И, как правило, при астме в классике жанра человек испытывает затруднение дыхания, кто-то говорит удушье, кто-то говорит тяжесть, кто-то говорит камень, кто-то говорит сдавление, и затруднен выдох. Так мы устроены, что при астме вдохнуть относительно легче, а выдохнуть труднее. Прямо заметно человек, у него удлиняется выдох, в выраженных случаях он начинает сидеть, включая плечевой пояс, дыхание опирается на руки, начинает выдавливать из себя воздух, хрипы. Как правило, это не булькающие, влажные, это свистящие, поющие хрипы. И что характерно для астмы, эти симптомы меняются от дня ко дню. Сегодня это расстояние мы прошли замечательно, а завтра нам тяжело. Лейсенко. Вчера он сбежал совершенно спокойно, нет проблем. А сегодня тяжело. Ночью. Вдруг среди ночи, в классике, опять-таки, три ночи, четыре утра. Это ощущение, эти хрипы. Человек встает, начинает пить горячий чай. Если же это как-то себя пытается восстановить, кто-то валидол начинает глотать. Всяческие средства, которые хоть как-то отвлекают, помогают. Или же до скорой помощи, вызова скорой, которая приезжает и вынуждена делать инъекции или лазер. У нас осталась всего лишь одна минуточка. От чего возникает сейчас дело? На аллергическом фоне? В человеке генетически сидит такая способность давать неправильные реакции. Иногда аллерген совершенно лежит на поверхности. Мы говорим, перестань делать вот это, и будет тебе счастье. Это в таких простых случаях. Иногда мы не можем выявить аллерген. То есть мы не находим на что. Но он какой-то есть, и эти реакции развиваются. Но мы не можем связать с чем-то конкретным причинам. В таком случае мы пишем не аллергическая астма. Если я так понимаю, не аллергическая. Но при этом мы понимаем, что мы просто не нашли. А лечить-то, лечиться-то все равно похоже. Хотя мы причину можем не вычислить, но лечить мы можем контролировать. Астму нельзя излечить совсем. Это надо как бы переродиться. Но ее утихомирить и контролировать совершенно реально. Ну что, с сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мне остается, скажем так, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, можно сказать лишь одно, что если у кого-то возникают аллергические реакции, на весной, на пыльцу, на все что угодно, не стоит стесняться обращаться к доктору. Конечно, это все сейчас наука ушла вперед, это лечится. То есть, таким образом, человек, который много лет страдал весной, то сейчас он может, после посещения к доктору, он может вздохнуть в полной груди и насладиться этим временем года. Да. Что с ним давно-давно не происходило. Да, если поработает. Ну что ж, мне остается напомнить нашим уважаемым телезрителям, что у нас в гостях был Игорь Валерьевич Петриков, главный пульмонолог департамента здравоохранения администрации Владимирской области и врач-пульмонолог городской больницы номер 4 Игорь Валерьевич. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Опять же, я в таких случаях, наверное, повторяюсь, но тем не менее, за ликбез, который вы провели в прямом эфире. И мне хочется верить, что мы с вами еще неоднократно встретимся. Это сотрудничество, я очень ему рад. Не болейте. Ну что ж, всего доброго и берегите себя. Продолжение следует...